МИ-МЕ-ЛО-О-О-О-О-О-О- Я решил полностью переделать первую часть, кратко про Ведьмака от 2017 года . А заодно завершить . Но в отличии от моих последних роликов этот будет менее rail-фельным и прикольным. Но более информативным и по делу . Так что давайте просто представим , что этого ролика никогда не было МК? МК? Привет. Мои адекватные и абсолютно разумные дети Космоса С вами я, ваш верный друг, Бебей. По жизни я не только очень талантливый шитпостер, но еще и фанат Ведьмака, который очень даже понимает суть, соль и фишку данной вселенной. Я знаю Геральта даже ближе, чем его проктолог в виде пожилой черновласой горбуньи. Посему было бы очень логично и клубнично с моей стороны взять да запилить серию роликов про Ведьмак 1, так как очень многие из современного поколения не то что в первую, во вторую часть не играли, а ведь это классика, это необходимо знать. Хотя оно и понятно, ведь игра во многих моментах даже специфичнее, чем селедка под шубой из сюрстреминга. Возможно то, что я сейчас скажу, многим покажется бредом, но по мнению олдовых поклонников Ведьмака, первая часть является самой душевной, атмосферной, да и просто лучшей адаптацией творчества товарища Сапкославыча. Я бы даже сказал, что это шедевр, прямо как Raid Shadow Legends. Если вы ещё никогда не слышали, не видели, не трогали данную игру, то мне стыдно за вас. Raid Shadow Legends это коллекционный РПГ в жанре тёмного фэнтези, который захватил на себя всё внимание общественности. И оно неудивительно, вы только посмотрите на эту графику, какая она облизательная, и что самое главное, она наконец-то стала доступна для ПК и Маг, так она ещё и абсолютно бесплатная. В игре множество рофильно прикольных вещей, как, например, ПВЕ или ПВП-сражения, бои против убербоссов, донжоны, клановые битвы и более 400 чемпионов. Я гамаю в Raid на своём ПК, и знаете что? А работает-то всё гладко-сладко. Вам даже не нужно иметь уберпекарню. Мало того, версии для мобилки и ПК абсолютно взаимосвязаны, так что можете играть в Raid на своём аккауте, когда и где захотите. Я просто обожаю Raid, и если вы желаете присоединиться ко мне, то ищите меня по моему нику. Начните играть прямо сейчас, перейдя по ссылке в описании к видео, качайте игру и получите 50 тысяч серебряных монет и эпического чемпиона в качестве бонуса для новых игроков. Raid Shadow Legends. Переходи по ссылке в описании под роликом. The Witcher вышел в 2007 году и заимел успех с ТД СНГшного населения. Западным же игрокам было как-то пофиг на эту странную серую депрессивную поделку, ведь мода на думерское славянское бытие появилась лишь относительно недавно. CD Projekt'ы недолго обдумывали тип истории, которую нужно поведать. Вместо сомнительного пересказа сюжета книг, они решили запилить продолжение. Кстати, если вы не читали книги, то заранее предупреждаю. Будут спойлеры. В первую очередь я хочу начать с небольшого пояснения, а кто эти ваши ведьмаки? Ведьмаки это люди, которые с детства прошли путь, состоящий из тренировок, диет, чтения ведьмачьих паст и испытаний с сомнительными травами. Если они этот путь пережили, то по окончании становятся убер-человеками с ловкостью русской балерины, мощью вегетарианца, иммунитетом к ОРЗ, сопротивляемостью к ядам и восприимчивостью ко всяким токсичным допингам, которые обычного человека убьют, но ведьмака одарят временным бафом, типаж которого зависит уже от самого допинга. И тут кто-нибудь спросит, а зачем вообще этими ведьмаками становятся? В чём прикол? В этом жестоком мире под названием Неверленд, как однажды обозвал его пан Сапковский в одном из интервью, обитает огромное множество чудовищ, убырей, элементалей и прочего непотребства, которые то и дело норовит сожрать, убить или высосать жизненные силы через секс. Причём все эти создания имеют привычку быть сверхопасными. Порой даже десятка мощных солдат будет маловато, чтобы победить того же высшего вампира или хотя бы Фури. А ведь их ещё надо выследить, найти, обладать знаниями, как их убивать и чем. Короче, обычные люди в большинстве своём против чудовищ мало что сделают. Максимум партии засрут и блеванут себе под ноги. Типичное кметское бытие. Из-за этого чародеи в виде некого Альзура и его учителя начали свои эксперименты по улучшению человека, вследствие которых и были созданы ведьмаки. Так что можете считать, что ведьмак это фэнтези-вселенная с элементами биопанка. Именно эти сверхлюди и взяли на себя роль защитников этого мира от чудовищ. Однако, на деле всё казалось не так лучезарно. Когда ведьмаки изрезали большую часть опасной жирности, а некоторые виды и вовсе оставили на грани вымирания, люди ни с того ни с сего начали ощущать, что ведьмаки им не так уж и нужны. Да и вообще они не люди. Мутанты, не человеки и просто неприятные личности. Поэтому в один момент чернь просто взяла и разорила ведьмачьи замки, тем самым окончательно прервав производство работников такой неблагодарной профессии. Теперь, когда вы в теме, можно начинать рассказ уже про саму игру. К слову, лор и история, которые я вам поведаю, являются актуальны именно на момент выхода игры. То есть факты из второй и третьей части не учитываю. Это я говорю заранее, чтобы потом те, кто будет писать в комментариях, «Ой, а вот в втором ведьмаке нам же рассказали, что…» можно было спокойно смешивать с говном и унижать анально. Нас встречают роликом, где разрабы решили показать типичный рабочий день из жизни ведьмака, дабы вы могли проникнуться и примерно понять, что жизнь ведьмачья совсем не сахер. Нам показывают момент из истории «Дело Астрыги» по совместительству проклятой дочери Фольтеста, короля Тимерии. Для тех, кто не знает, я поясню, что жертвой проклятия она стала по двум причинам – инцест и щепотка недоброго слова. В этот момент до игрока должно дойти, что мир ведьмака – это фантазийный поехавший колхоз. Я – футбольный мячик! Прежде чем начать игру, нам надо определиться с уровнем сложности. Всего их три. Лёгкий для кметов, средний для людей и сложный для выродков. Само собой выбираю сложный, потому что в душе я… А с виду… Сама история начинается с того, что Гербельт куда-то бежит. Непонятно от кого, непонятно от чего, и если вы не читали книги, то очень многое для вас будет загадкой. Но благо у вас есть я. Поэтому вот вам небольшое пояснение того, что случилось ранее. Да, Гербельт прожил весёлую жизнь, нажил много друзей. Правда, в ходе его приключений почти все померли не самой приятной смертью. Завел себе приёмную дочь Цири, которая является детём одарённым из-за своих прото-украинских генов. И даже заимел тянку в лице волшебницы Йеннифер. Под конец его пути ведьмак с выжившими друганами решили засесть в Ривии, потусить. Но тут-то всё и пошло по одному известному месту. В Ривии тупорылые крестьяне начали убивать эльфов, краснолюдов и низушков, просто потому что они нелюди. Гербельт же решил заступиться за бедолаг, за что и был цинично проткнут вилами каким-то ноунеймом насмерть. Ведьмака пыталась спасти Йеннифер, но к несчастью её сил не хватило, и она полностью истощилась до фатального состояния. Внезапно появилась Цири, юзанула свои имбовые способности и перенесла этих двоих в мир за пределами всех измерений, где они ожили и по идее должны были жить долго и счастливо. Да, это был своеобразный рай для них, который им подарила Цири. А сама же Дивуля ушла путешествовать между мирами, потому что поиск приключений на жопу это её профиль. Теперь, когда вы знаете, чем всё закончилось, вам будет легче понять негодование фанатов книги, которые тогда только начинали играть в игру. Почему сюжет начинается не в локации Вареник Йен, а где-то в Серых Лесах? Почему наш главный герой убегает что из сил, от кого или от чего? Непонятно. Очевидно лишь то, что наш Гервант настолько вымотан, что падает вниз, как шкаф с посудой и теряет сознание. Лежал бы он так мордой в землю, допускал поп и слюни, как вдруг его находят товарищи ведьмаки и забирают в безопасное место. Где я? Я ничего не помню. Скоро поговорим. Мы уже почти в Каэрморхене. Кстати, Каэрморхен это один из бывших заводов по производству ведьмаков. Теперь же это просто ведьмачья общага на случай зимовки. Мы дома. Лео, зови Трис. Товарищи выхаживают, лечат и приводят Гештальта в стабильное состояние. Но, к моему огромнейшему сожалению, они делают это с помощью Трис Миригольд. Всего два дня прошло, как тебя нашли. Это твоя заслуга. Спасибо, Трис. Трис это одна из важных личностей в жизни Гешки, которая, по моему мнению, является конченой и, в принципе, неприятной мразью. По книгам, несмотря на то, что Геральт строил отношения с Йеннифер, рыжая шаболда то и дело пыталась подлезть под ведьмака, потому что ее лона это ненасытная зубастая черная дра. Она то внезапно поцелует ведьмака, то за писюн погладит или по сраке шлепнет. Гербельд по своему характеру легко внушаемый дебил, и поэтому невольно поддавался на чары Трис, тем самым вызывая у Йеннифера лютый треск заднего прохода. Я все веду к тому, что Трис прекрасно знает, что Геннадий и Йен в отношениях, но поскольку Белобрысый потерял память, а чернявая хрен знает где, она не упускает возможность и в крысу запускает в гармошке на свои мерзкие заплесневелые пальцы. Ты что-то помнишь? Не помню. Если даже после этого вы имеете крыжей селедки симпатию, то ожидайте, что скоро приедут санитары, заберут вас и швырнут в стигийскую бездну. Во время всей этой диле случается казус. На Каэр Морхен нападают какие-то бомжи. Ждем остальные. Он один. Профессор обещал шлем за каждого вырядка. Он мой. С логической точки зрения мы в данной ситуации ничем помочь не можем, так как не помним ни как драться, ни за какую сторону меч держать. Но пожилой Весемирыч, прекрасно знакомый с таким термином, как мышечная память, кричит нам Теперь думаю самое время поговорить о боевке, которая заслуживает отдельного пояснения из-за своей крайней специфичности. Среди ролевых игр существует несколько боевых систем, которые весьма отличаются друг от друга. Есть типичная рпгшная боевка, где мы лишь выбираем, кого наш персонаж бьет, и периодически автопаузим игру, дабы прожать скиллы. Есть пошаговая, где игра ПКД находится на автопаузе, есть слэшерная, где мы контролируем каждый удар, а есть боевая система из игры Ведьмак, об которую многие игроки разбили зубы. Именно из-за неё я и не прошёл игру в свой первый раз, так как просто не понял. Здесь боевка имеет своеобразный ритм элемента, благодаря которым мы можем быстро и красиво делить противников на составные части. Как осу, только с гура и рофлами. Чтобы начать драку, мы должны подойти к противнику и нажать на него один раз, дабы гибон начал свою серию атак. Теперь следите внимательно. Когда после вашего орудия будет оставаться жёлтый шлейф, сразу же жмите кнопку мыши ещё раз, чтобы главный герой продолжил комбо из удара. С каждой новой серией безостановочных атак грабля атакует быстрее и мощнее, не оставляя противникам никаких шансов. Вроде бы звучит просто на словах, но в свой первый раз я бесконечно кликал мышкой и не понимал, почему ГГ вместо того, чтобы атаковать, лишь дёргается и пускает слюни. Мы отбились от бичей разбойников, у нас заперты ворота, вроде всё очень даже притягут, но не всё так просто. Чугунные врата вламывает богомолоподобная химера, которая находится под майнд-контролем мага Саволлы. Стоило этому челику появиться на глазах Трис, как она сразу начала бугуртить, называя его поехавшим аморальным дебилом. Саволла, знаю его. Безумно тщеславный аморальный маг. И я ни разу не сомневаюсь в её словах, ведь если даже Трис Ка бомбит с челика, то он реально не с библиотеки пришёл. Но и это ещё не всё. Их больше. Они уже на верхнем дворе. Мы понимаем, что нас обложили со всех сторон, так как в нашем Тулу уже шурует рецидивист по кличке Профессор, Профессор разыскивается в Редании, Тимирии, Каэдвени, настоящий ублюдок. И некий смуглый кудесник. Я не слышала о таком чародеи. Тут-то до возьмаков доходит, что пахнет скверной и запах далеко не от Трис. Теперь же задача Гогельта открыть ворота, которые эти двое заперли. А наши товарищи пока будут отбиваться от нескончаемого потока быдла. Для нас это отличная возможность получше прочувствовать местную боевую систему и заодно обучиться новым фишкам. У главного героя есть три стиля боя. Силовой против мощных булдык, стиль быстрый против юрких коглиста в скафандре противников и чуть позже мы откроем групповой стиль, который полезен в случаях, если нас хотят пустить по кругу. Как вы видите, на самом деле боевая система не сложнее германской филологии. Главное, вовремя делай комбо, переключайся между стилями и будешь, ну, чистый герой песен группы Любе. Куколдальт ловит бандитов в ловушку Зураба Церетели и открывает врата нашим товарищам, которые снова собираются, чтобы обсудить дальнейшие планы. Геральт, ты просто чудо, ты просто чёрт, ты просто не просто... Осознав, что часть негодяев уже в подземельях замка, возмущённая спидозница заявляет ведьмакам, что они дебилы, и эти разбойники на самом деле хотят украсть их ведьмачьи мутагены. Мужики, конечно, чуть порофлили над ней, но потом поняли, что дело пахнет брынзой и посоветовали Тарис почистить зубы. Граблиль-то было решено отправить в подземелье вместе с молодым Лео, пока ребята будут думать, что делать с химерой. Я слышал все баллады Лютика о тебе. Ламберт всегда говорит, что я никогда не буду таким же быстрым, как настоящий ведьмак. Но сегодня, когда мы тренировались, у меня получилось его ударить. Ты кто такой, чтобы это сделать? Конечно же, он не упал, и потом побил меня. Чел, ты... Тут же мы, кстати, выпиваем наши первые эликсиры временного бафа. В данном случае это гром для увеличения урона и ласточка, которая повышает регенерацию здоровья и позволяет меньше париться по поводу потраченных жизней. Кстати, при игре на максимальной сложности вам выпивать вот такие штуки придется в огромнейших количествах, из-за чего ваш герой больше будет ощущаться не классным бойцом, а алкогаторчем. Где мне найти спирт? Хотя буду честен. Глаз радуется, когда наш токсикоман нахлебается своих допингов и начинает разносить жирных противников за 2-3 серии ударов. Белый и Лео доходят до погреба, где происходит лютое хищение ведьмачьего имущества, а также происходит диалог между арабом и аморальным Гарри Поттером. Неужели вид одного ведьмака, белого волка, испугал тебя? Очкодав поясняет первому, что как он увидел Геральта, так у него сразу же пердак мироточить начал, потому что по его информации Горбушка, он же белый волк, он же мясник из Блавикена, это опаснейший, злобный дегенерат, и лучше бы с ним не связываться. Ну давай же, профессор Рок. У мага от такой инфы волосы в парсаке выросли и встали дыбом, из-за чего он от греха подальше напитался силой местного круга стихий и поставил защитный барьер. Две чмохи оказались в сложном положении. Сзади завал, тут барьер, что делать? Тут-то игра обучает нас новой механике, знаки. Геральт, ты же можешь освободить проход знаком. Знаком? Знаком Аарт. Я сам не могу, поломал пальцы в проход Ламберта. Лео отводит нас камню силы, где мы заряжаемся силой, а Гагарин вспоминает, как пользоваться знаком Аарт. Всего в игре таких знаков штук 5. Игни позволяет пускать огонь из рук, Ирдан ставит ловушку магическую, Квен знак магического щита, Аксий знак майн контрола, и последний знак Аарт позволяет пускать руками магический пердеж, который сносит преграды, а при использовании на врага отбрасывает или же станет, делая неприятеля уязвимым для фаталити. Именно Арт мы сейчас и выучили. Получилось? Разобьем эту кучу щебня. Геральт с Лео вернулись и поведали всем о барьере и круге стихии. Правда, от этой инфы у Трис окончательно сгорел пукан. Чума сифилиса проказа. И другие болезни Трис Миригольд. Класс. Ладно, эта шутка уже устарела, давайте по-другому. Чума сифилиса проказа. Ник Трис Миригольд в стиме. Чума сифилиса проказа. Святая Троица по версии Сапковского. Чума сифилиса проказа. Написали сценарий для Ведьмака от Нетфликс. Чума сифилиса проказа. Являются новыми оперативниками в Rainbow Six Siege. Чума сифилиса проказа. Нежится под чудо-творожком. Извините, нахлынуло так, что аж удержаться не смог. В общем, Трис заявляет, что из округа стихий Макс сможет спокойно создать портал, через который разбойники смогут смотаться со всем награбленным. Но если мы пойдем в лабораторию, то окажемся между двух огней. Поэтому перед нами сейчас стоит сложный выбор. Либо мы пойдем с Ведьмаками убивать опасную Химеру, которая, кстати, никуда и не делась, либо же пойдем вместе с Трис сломать барьер и останавливать хищение имущества. Конечно, было бы классно вам показать битву, где мы с мужиками бок о бок, попой к попу, членом к члену, отбиваемся от монстра, но тогда велика стопроцентная вероятность, что косорукая дурында Трис фейлит, и мы останемся без портков. Поэтому мужики бегут флексить в стиле гачи, а мы с Трис и Лео ломаем зубы об внезапно появившегося Саволу. Дальше нет пути белый. Девиз наркодиспансера. Я сейчас позову... Чеченских боевиков! Маг пытается нас запутать своими уги-буги магическими, но Трис рофлит на нем и говорит, что Лайк, да он почти всю ману потратил на телепортацию сюда, так что опасности от него, как от курения табака через подмышку. Белоснежный отправляет Трис ломать барьер, а мы же устраиваем битву против Копченыча. Энергия моих людей меня усилит. Мы со своей задачей справились, а вот Трис, ну, как всегда. С виду может показаться, что у нее случился заворот кишок и других органов, которые уже просто отказываются находиться в теле этой аморальной и беспринципной женщины. Но на самом деле тот смугляш оказался не из гуманитариев и поводил чародейки магическим по губам. Они грабят лабораторию. Тот маг недооценила его. Быстрее! Ну что ж, тогда значится остались лишь мы с Лео. Я был уверен, что мы справимся. Но удача была не на нашей стороне. Нашел. Теперь у нас есть все. Профессор, займись ведьмаками. Смуглый с мутагенами пропал в портале, а профессор решил устроить на нас рубрику «Эксперименты» и развеять один известный миф. А теперь главный вопрос всей нашей программы. Молвят, ведьмак забьет стрелу на лету. И как вы можете догадаться... Проверим. Лео, стой! Байка, как и думал. Все это приняло максимально трагический оборот. Да, благодаря тому, что мы пошли с Рыжей, воры смогли украсть лишь мутагены, а необходимое для правильной эксплуатации оборудование они оставили. Но... Предлагаю почтить память погибшего траурным залпом озона. Мы беседуем с Весемиром, и тот предлагает нам совершить лайтовый чил под его присмотром, а заодно прокачать новый уровень. Местная прокачка не так проста, как может показаться. Да, тут есть типичные ветки силы, ловкости, выносливости и интеллекта. Также ветки прокачки знаков и боев с двух мечей, стального против людей и серебряного против монстров. Правда, второй меч мы найдем совсем-совсем потом, но не суть. Заковырка прокачки в том, что некоторые ячейки прокачки на любой из веток представляют из себя мини-соляночку апдейтов. То есть прокачав ловкость, мы получим и плюс к урону, и к уклонению, и чуть к коммунитету. Остальные же ячейки это перки, которые вместо поднятия атрибутов дают нам возможность собирать травы, изготавливать масло для оружия, отбивать стрелы на лету или же эффективно драться в буховом состоянии. Да, даже такое есть. Также разрабы достаточно оригинально ограничили развитие персонажа. Вместо того, чтобы тебе говорить, что из какого уровня качается, они ввели трехступенчатую градацию прокачки. На первых уровнях вы получаете бронзовые очки для бронзовых скиллов, потом серебряные и уже под конец игры золотые. Короче, прокачка глубокая, интересная, оригинальная и от нее не воняет посредственно говной, как от современных королевых игр. Такс. Игра началась. Думаю, стоит для начала осмотреться. В подвалах Кайр Морхена мы можем увидеть разные интересности. Например, стол, на котором и происходит знаменитое испытание травами. Правда, скелет ребенка вызывает смутные сомнения и некоторые вопросы в сторону деда. Ох и травы. У меня от одного запаха голова кругом идет. Это ты еще нас киви-си мира не нюхал. Прежде чем идти и делать всякие дела, мы слышим от пожилого заявление, что нам надо бы всем валить из Кайр Морхена. Нас тут больше ничто не держит. Хорошо. Когда отправляемся в путь? Но перед этим надо сварить чудодейственный дифлюкан, который вылечит треску, пострадавшую от магии смуглого. В этом отрезке игры мы по сути обучаемся алхимии и тому, как в принципе варятся зелья. Начнем с того, что почти все в этом мире это ингредиенты, из которых мы можем сделать чудодейственный ведьмачий торчин. Нашли какую-то странную соль? Идеально. Снюхаем. Оторвали утопцу член? Великолепно. Сварим из него лекарственную бояру, которую употребляют строго в прикуску с хлебом. Мало того, игра не ограничивается одними лишь готовками по рецепту. Вы можете спокойно сами экспериментировать и варить пивандопулу наугад, а затем употреблять эти рандомные напитки. Если все получится, то ведьмак распробует в этой жиже какой-нибудь рафар белый и этот бульон добавится в список рецептов. Попробуйте показать мне современные ролевые и горе, где такое возможно. Уверен, что не сможете. Мы очищаем замок от оставшихся бомжей, находим нужные ингредиенты и что самое важное, алкоголь. Вырезаем из убитой нашими товарищами Химера Чоколадный Глаз и варим для Трис лекарства. Кстати, если будете играть сами, то очень советую поболтать со всеми ведьмаками, так как они могут повидать нам за здешний лор и рассказать про интересные факты. Чем лучше спирт, тем лучше спирт. Мы все бесплодны. А заодно от Весемира мы узнаем про некого ведьмака Берингара, который тоже обучался, но в определенный момент он избрал совершенно другой путь. Я его знаю. Не думаю. Он не общителен и выбрал свой. отличный от нашего путь. Нам о нем мало что известно, но я очень советую не выкидывать его из головы, так как мы будем слишком часто слышать о нем. Пора двигаться дальше. Мы относим страдающей спидознице лекарства, которое действует мгновенно. Однако тут же она показывает себя во всей красе. Ее не волнует, что на них напали, обокрали, Лео сдох и нам надо быстрее идти на его покороны. Нет! Трис важно лишь одно. Половой секс. И поэтому предлагает Германту быстрый дружественный перепик без кринжа. Я знаю, что нам уже пора отправляться в путь, но у меня есть предчувствие, что мы никогда больше сюда не вернемся. Ты не можешь ненадолго задержаться? Побудь здесь со мной. Ведьмак отвечает отказом и заявляет, что он скорее проверит простоту у Гуля, чем пустит своего Жака Кусто в ее Марианскую впадину. Встретимся на похоронах. На этом обучение подходит к концу. Весемир заявляет, что они без понятия, кто на них напал. Поэтому было бы разумным разделиться и отправиться в разные стороны. Я на запад. Там у меня знакомые, да и климат я тут люблю. Ясно. Эскель Пиндос. Нас же отправляют на юг, а именно в Тимерию. Плюс туда же отправляется Трис, так как там у нее есть определенные связи. Тут еще есть сцена прощания с Трис, где она строит из себя фиг знает, что и говорит, что если с Грюнделем чего случится, она не переживет. Наш герой на все это смотрит со своей типичной рожей человека, который вообще не вдупляет, что тут происходит. А на сегодня все, дорогие мои. Большое спасибо вам всем, что посмотрели этот небольшой ролик по игре Ведьмак. Надеюсь, этот ремейк того самого ролика вам понравился и вы не против того, что я решил слегка углубиться и рассказать вам про эту игру чуть более подробно, хоть и не так профильно, как раньше. Просто охота, чтобы вы знали, насколько прекрасно данное видеоигровое произведение в которое очень многие люди так и не поиграли. Дабы поддержать скорый выход видео, ставьте лолипопс. А если вы новенький, то не забывайте подписываться на канал и жать на колокол, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. До скорых встреч, мои дорогие друзья. Не будьте кметами.